Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители. В этом ролике расскажу про очень эффективную схему утепления. Утеплять мы будем пол-платформу хоз-блока и в качестве утеплителя будем применять пеноплекс. Первая задача это монтаж листов пеноплекс толщиной 40 миллиметров. Дальше с помощью шаблончика отрезка пеноплекса 40 миллиметров выставляем нижний слой, распор между влагами, чтобы верхний слой был аккурат в ноль. И соответственно весь ряд выставляем. И после этого пропениваем стыки и монтируем верхний ряд. Пеноплекс у нас также 40 миллиметров. Его монтируем поверх первого и с разбежкой швов, чтобы нижние швы не совпадали с верхними. Между собой листы также крепим на пену. mee, лим, стык и покрытие окриц 코로나? Я не буду перемivity了. Используемucktfolk... Рэп- ? Рэп- Субтитры сделал DimaTorzok Итого за первый день получилось застелить всю поверхность нашей платформы двумя слоями пеноплекса. Следующая задача это монтаж пеноплекса 20 мм уже поверх стоек и первых двух слоев. Чтобы листы не сдвигались, прихватываем их двумя саморезами к лобовой доске. И продолжаем монтаж слоя пеноплекса 20 мм по всей длинной стороне нашей платформы, основательно приклеивая на пену листы между собой и к самому основанию. Сверху монтируем квикдек 12 мм. У него очень удобный размер. 2 440 на 900 мм можно носить в одного достаточно удобно. Про этот материал я уже не раз рассказывал. С помощью него мы делали черновой пол в доме. И также в мастерской потолок я подшивал также этим материалом. Благодаря тому, что он имеет шип-паз, такими листами даже в одного без проблем можно подшить потолок. Почеваем лист саморезами 65 мм к нашим лагам. Таким образом схватывается и 20 мм слой пеноплекса и поджимается наш квикдек к лагам. Получается довольно жесткая история. И продолжаем монтаж пеноплекса 20 мм до конца нашей платформы. Также пропенивая стыки нижнего слоя монтажной пеной. Все стыки квикдека нужно проклеить влагостойким клеем D3. Ну и к концу второго дня я закончил утепление нашей платформы. Следующая задача это уже установка стен, кровли и обшивка фасада. На 3D модели расскажу принцип, по которому я сделал данный пирог поло. И почему он будет крайне теплый и эффективный. Первый момент. Между лагами мы монтируем пеноплекс 80 мм. То есть в уровень лаг мы сделали два слоя по 40 мм и мы получаем плоскость. В чем плюсы? Что если надо какая-то большая энергоэффективность, то есть в моем случае это хозблок, и мне достаточно суммарного утепления в 100 мм. Лаги нам позволяют сделать 150 мм пеноплекса между самими лагами. И сверху мы можем добавить вплоть до тех же там 100 мм. Ну стоит это прям уже выше крыши. Сделали мы утепление между лагами. И следующий момент. Я опять же повторюсь, что учел все ваши замечания, предложения, за что огромное спасибо. После ролика про утепление стен на мастерской пеноплексом. Очень много было мыслей прям правильных, интересных, которые помогли какие-то найти интересные решения. И я их применил в этом ролике. Добавляем сверху 20 мм пеноплекса по лагам и нашему первому утеплению. Таким образом мы отсекаем мостики холода в виде дерева, потому что кто-то опять же знает, кто-то нет. Дерево имеет очень существенное коэффициент теплопроводности относительно пеноплекса, относительно утеплителя. И таким образом, если мы монтируем цельный слой поверх наших лаг с первоначальным утеплением, то в этом случае эффективность утепления существенно увеличивается. Плюс такого решения мы получаем слой пароизоляции относительно наших лаг и нижнего слоя утепления, что также немаловажно. То есть, подытожу, мы таким образом отрубаем мостики холода и получаем слой пароизоляции. Опять же, если требуется лучшая пароизоляция, это может быть не 20 мм, это может быть 50 или даже 100 мм в каких-то северных регионах. И поверх этого слоя мы монтируем слой квикдека 12 мм, в моем случае чего более чем достаточно. Прихватываем саморезами к лагам и лобовым доскам, прям через верхний слой пеноплекса и получаем максимально эффективное энергосбережение. Прям платформа самая теплая, которую только можно представить. Продолжение следует...